Инструмент, который способен передавать свое настроение, как мы часто говорим о гитарах, он может орать, визжать, кричать, разговаривать, мурлотить что-то потихонечку. Чем больше ты с инструментом проводишь времени, тем, конечно, он становится живее, для тебя в частности, но для человека, который он играет. Ну да, первую гитару я раскурочил, наверное, лет в девять, и у него было интересно, да, как это все работает. Это была какая-то ленинградская акустика с какими-то хитрыми звукоснимателями, штатными, причем не самодельными. Был, да, интересно. Еще у меня же старший брат, профессиональный музыкант, а когда у него уже была гитара, пока его не было дома, я тоже изучал, учился играть, смотрел, как все это работает. Лет в тринадцать я познакомился с Флойд Роузом, это было удивительное, занимательное происшествие, потому что, когда возвращался брат домой, нужно было гитару настроить ровно обратно, так же, как и было до того, как ее взял и сыграл чуть там на тон ниже. Был весело. А потом, в один прекрасный для меня день, когда мне попало, через знакомых из Польши привезли кассету Master of Pipe. с Металлики. У меня было, наверное, 12 или 13. Ну, в общем, смысл в том, что я месяц 4, я настолько был в шоке вообще от того, что услышал. Я месяц 4 прямо в свободное время просто слушал альбом, вот так вот переворачивая кассету по несколько раз за день. А потом, ну, а потом поехал. Все это обуславливается, наверное, вообще просто такой любовью к музыке как таковой. То есть, начиналось-то все, не было такого желания прямо стоять гитарным мастером. Может быть, я потом даже узнал много позже, что такие бывают вещи. Увлечение музыкой было прямо глобальное. То есть, это тексты наизусть, там запиленные пластинки, кассеты, дрызг от тысячекратных прослушиваний. Но потом так случилось, что это все вылилось в то, что есть сейчас. Ну, как правило, все люди, которые я знаю из этой профессии, они все связаны с музыкой тесно. Может ли обычный столер стать гитарным мастером? Ну, технически, наверное, да, потому что профессионально-то он сможет. Ну, это как-то надо будет ему очень сразу резко и много всего узнать, на что требуется время. А поскольку там с детства все увлекались от этой штукой, там как-то незаметно-незаметно опыт, какие-то мысли, какие-то познания, они накапливались, накапливались, накапливались. А потом вместе с практикой становятся все круче и круче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне было интересно, как можно сделать комфортнее, как можно сделать удобнее, чтобы заниматься музыкой, а не думать о технических вопросах инструмента. То есть каждый день, я каждый день прихожу сюда, каждый день у меня настали новые гитары. Это гитара из магазина, это гитара в ремонте. И над каждой приходится работать, что-то дорабатывать. Это очень интересно, потому что это не конверная такая работа. То есть это творчество, в котором ты живешь, в котором ты развиваешься. Это бесконечный процесс обучения фактически. И обучение в том плане, в том разрезе, который мне очень близок. То есть это совершенствование каждый день. Узнаешь что-то новое, учишься чему-то новому. И результат конечный с каждым днем все выше, выше, выше. Поэтому на работу идти, конечно, почти в припрыжку, можно сказать. Много кайфа добавляет к работе. То, что ты свое рабочее место сделал своими руками. Где такое купишь, когда ты хочешь? Сделал так, как хотел сам. И супер. То есть это было мое продолжение, в принципе. Мой второй дом, можно сказать. Вот эти полочки, где хранятся эти драгоценности. Все наши инструменты, стойки, на которых хранятся ваши гитары, ждут своей очереди. Здесь очень все необычное. Необычные дизайны. Очень много дерева. Представьте, что гитара — это книги. Вы можете сесть и изучить любую. Прочитать ее, поиграть, послушать. Это такое очень камерное, очень теплое место с приятным запахом дерева. Здесь нет ничего лишнего вообще, в принципе. Вот эта поверхность верстака — это такое, как дерево с годовыми кольцами. То есть здесь по нему можно вообще понаблюдать, что за ним происходит. Есть от паяльников следы, от ножовки, от пил, от всего остального. Но это может заваливаться в течение дня вообще до потолка инструментами всякими разными. Самая важная, наверное, вещь в нашей именно работе — это то, чем мы обрабатываем лады. У меня их целый набор разных конфигураций. Это так называемые закатники. Это то, чем лады приводятся в состояние абсолютно рабочее, в новое состояние. Это не просто напильник, как многие могли бы подумать. То есть это достаточно такая хитрая штука. На двух гранях этого инструмента имеется обратный радиус. То есть при обработке лада мы убираем площадку, которая образовывается на ладу после шлифовки. И мы придаем, собственно, полукруглую профиладу, как с завода. Ну, ты же привыкаешь, как эта любимая авторучка. Они лежат всегда на одном и том же месте. И, конечно же, желательно, когда ты приходишь с утра на следующий день на работу, чтобы это все на этом же месте находилось. Приходят к нам абсолютно, опять же, разные люди. Это и мальчишки по 12, по 14 лет. На которых ты смотришь, они приходили два года назад. То есть с трудом понимая, с какой стороны вообще взять аккорд. И фактически они растут на наших глазах здесь. То есть мы наблюдаем ежедневно. У ребят приходят прямо прогресс, 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 прогресс. Не только молодые ребята и такие люди, которые уже как бы состоявшиеся, семейные. Приходят, покупают гитару и развиваются. Получается очень интересная такая тусовка, движуха. То есть мы с кем-то начали общаться близко, познакомились с какими-то очень интересными людьми. Это такое очень расширяет круг общения, потому что встречаемся с... Периодически общаемся там. Ну и со временем, да, это перерастает в какое-то нечто большее. Интересуешься, как дела там и так далее. Как там на работе было помимо гитар. Мы фактически знаем в лицо каждого нашего покупателя, каждого нашего гостя, который уходил от нас с гитарой. Дочь гордится, я тебя знаю точно. Мне всегда хвалится, когда рассказывает. Не, не хвалится. Она всегда стольственно рассказывает. Очень интересно в школе. Кем работает папа? А папа у меня гитарный мастер. Кайф. Ну, у меня фактически исполнилась мечта. Хобби превратилось в работу. Как говорил кто-то из великих, найди себе работу по душе, и ты не будешь работать никогда. Что-то подобное было. Я чувствую себя на своем месте. В первую очередь. У меня получается, мне кажется. Моя любимая гитара. Ну, не знаю, я все люблю гитару. У меня было очень много разных инструментов. Опять же, в погоне за каким-то звуком, эргономикой, удобством. Вот мой любимый инструмент. Джинделл. Сад Спешл. Американец. Просто фантастическая гитара. Фантастика заключается в том, что данная гитара, вот данные комплектации со данными спецификациями дает, лично мне дает возможность использовать ее вообще в разных. и иногда даже прям в противоположных направлениях. Вот того же самого Джона Майера, который мне вдруг или недавно захотелось разучить в одной из его композиций, вплоть до достаточно быстрой, агрессивной музыки, тяжелой. Здесь стоят синглы, керамика с керамическими магнитами, с широкой катушкой. Очень мощные, очень читаемые, очень прозрачно. На любом уровне перегруза они выдают просто фантастическое звучание. От предков ее отличает, в первую очередь, вот это вот наличие фасочки, куда вы можете поместить свое туловище, если оно немного мешает работать с гитарой. Сиди это супер удобно, то есть тебе в ребро никогда не упирается вот здесь ничего, это супер кайф. Ну и опять же, учитывая то, что комфортно, когда гитару, да, повесишь на ремень, она должна находиться, да, примерно, ну как бы, должна. Кому как нравится, конечно. У Хэтфилда где-то она вот здесь, все время, да, в коленках висит. Кстати, интересное наблюдение, наблюдение многих гитаристов, у которых висит очень низкая гитара, это, например, слэш, Хэтфилд, пои, много. Зак Вайлд, например, когда они начинают играть в какой-то серьезной партии соло, они берут гитару, ставят ногу на колонку и поднимают ее, в принципе, до обычного комфортного уровня. А потом уже начинается шоу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень интересный бридж, массивная такая машина, то есть это фиксированный бридж. Он отличается от классического келиковского формата, отсутствием вот этой мыльницы с острыми краями, которая мне лично не очень нравилась всегда. Вернее, даже совсем не нравилась, да, отдельно седла под каждую струну. Очень интересная штука, что после проведения отстройки гитары по высоте, мензуры, здесь сбоку есть такой хитрый-хитрый винтик, в котором можно прижать седла, вместе они будут плотно-плотно и фактически составлять одно целое. С бриджем без лишних вибраций, то есть все прям превращается фактически в монолит. Любой музыкант, любой гитарист находится в поиске чего-то необычного, какого-то инструмента, который ты взял и... случилась какая-то фантастика. Собственно, так это и сработало. Это новый для меня абсолютный инструмент, который очень интересно мне теперь исследовать. Это очень громкий, яркий инструмент, даже когда ты не включая гитароусилитель, уже берешь аккорды и понимаешь, что это просто... Ты какой-то зверь вообще. Она работает в любой части своего корпуса, то есть ты и локтем, и левой рукой, дабы ты не прислонившись к ней поближе, чувствуешь, как она просто работает. Мертвая гитара — это как пирожок с повидлом, когда ты кусаешь его, а там повидла нет. То есть как пирожок есть и внутри пусто. А это ты прям как откусил, так откусил. То есть прям взрыв вкуса. Динамический диапазон настолько широк, что сначала даже не понимаешь вообще, как с ним подружиться. Ты можешь, не меняя вообще никаких настроек, ни ручки громкости, ни датчика, ни тона, ни тройного усилителя, просто дать жару, и это будет совершенно другая гитара. Невозможно ее вписать в какую-то рамку вообще. В какие-то рамки. Это просто, не знаю, это машина. Но она может все вообще, абсолютно. Ну, если мы говорим о музыке. Конструкция, материалы, культура производства. Та традиция, опять же. Потому что человек, который эту гитару создал, он, в принципе, создал электрогитару. Эта гитара сделана не как дань моде. Это развитие классики. Когда вы в себя попадаете, вы видите только стройные ряды гитар. Вас встретят здесь наши ребята, Тема и Слава. Которые, в принципе, они через две минуты будут вам как родные. Так и происходит. Многие к нам приходят потом раз за разом. Просто проезжая мимо, узнать как дела. Потому что это получается как... Ну, ты приезжаешь к хорошим друзьям. Приехать, проведать их. Узнать как дела. Выпить чаю, кофе. Собственно, здесь, наверное, и раскрывается в полной мере наше название. Магазин-мастерская. Это возможность... Это возможность при выборе инструмента получить максимальный комфорт. Это возможность задать мастеру вопрос или озвучить свои пожелания в части каких-то технических моментов, которые, в принципе, здесь на месте можем прям притворить жизнь. Это сопровождение дальнейшей судьбы вообще гитары, за которую мы берем на себя полную ответственность. Это после того, как мы отстраиваем инструмент, любую гитару опять же, мы клеим вот такую нашу специальную наклеечку голографическую. Которое означает, что инструмент отстроен, полностью подготовлен к работе. И если появились какие-то проблемы по грифу, по комфорту использования инструмента, появился лязг, звон, дребезг, высоко струны, низко, переходите в любое время, и ваш инструмент будет приведен в первоначальное отличнейшее состояние, а может быть и лучше. Если вы хотите выбрать первую гитару, купить что-то посерьезней, если вы хотите отремонтировать свой инструмент, который начал вас немножко расстраивать, просто пообщаться о музыке, о гитарах, о музыкантах. Здесь бывают очень интересные встречи. Приходите к нам. Я вас жду здесь. Пообщаемся, познакомимся. Будет интересно, здорово. Приходите.